Всем привет! Меня зовут Кристина. Это мой канал о вязании. Я вас приветствую в своем новом вязальном влоге. Опять он у меня выходит в воскресенье. Наверное, это все-таки наиболее оптимальный для меня вариант. Надеюсь, для вас тоже. И вы с удовольствием будете смотреть мои влоги в конце недели по воскресеньям. Итак, сегодня очередное воскресенье. Закончилась еще одна моя вязальная неделя. К сожалению, опять у меня не получается каждый день подключаться, даже несмотря на то, что на этой неделе у меня, в принципе, было каждый день чем с вами поделиться. Но ввиду усталости после работы и каких-то иных причин, к сожалению, первое включение у меня опять получилось только в среду. И несколько дней так чуть-чуть выпали из моей съемочной жизни. Но такова жизнь, таковы условия, в которых я снимаю свои влоги. Не всегда получается у меня то, что я планирую. Иногда просто, знаете, приходишь с работы и хочется упасть животом на кровать. И никуда просто больше не двигаться с этого места. Надеюсь, работающие люди меня понимают. Но, тем не менее, влог выходит. Он снят. В те эпизоды, в которые я подключалась, я постаралась уместить все свои новости, все свои покупки, которые также будут вас ждать в этом влоге. И я сегодня снимаю в такой, можно сказать, непривычной и необычной для вас локации. Но почему-то мне захотелось сегодня к вам появиться на фоне моей пряжной полочки, моего пряжного стеллажа. Там так красиво поблескивают мои пайетки на хлопке, ждут своей участи. И, конечно же, моя носочная часть этого стеллажа, который уже не помещается туда. И на фоне вот такого потрясающего пряжного разнообразия я приглашаю вас к просмотру этого влога. Надеюсь, он вам понравится. Сразу же во вступительной части скажу, что, еще раз напомню, что в описании под каждым моим видео присутствуют ссылки на мой телеграм-канал, к которому я прошу вас присоединиться, если вы хотите быть в курсе всех событий раньше, чем видео выходит на ютубе и на других моих площадках. На другие мои площадки ссылки также находятся в описании под каждым видео. Это ВК и Дзем. Если вам удобнее смотреть там, присоединяйтесь туда. Я всех везде рада видеть, поэтому давайте вооружаться своими крючками-спицами и смотреть этот влог. Всем привет! У меня сегодня среда, и это первое подключение в этом влоге, потому что я что-то опять замоталась, заработалась, хотела снять вчера. Вчера у меня не осталось сил, сегодня у меня не осталось выбора, потому что как бы неделя идет, а я ничего не снимаю, что-то надо вам показывать. У меня накопилось аж пять процессов, которыми я хочу с вами сегодня поделиться. Давайте начнем сначала с маленьких процессов. И начать я хочу с готовой работы. Сейчас мы подвинем весы. И, как вы понимаете, я довязала свои носки под кодовым названием Вэлберис. Они корявые, потому что, напомню тем, кто не смотрел прошлый мой влог, а я там в прошлом влоге показывала один готовый носок. Какой у меня был готов носок. Вот этот был готов у меня, вот этот я довязала буквально недавно. Когда-то. Позавчера, по-моему. Или вчера. Не важно. В общем, носки готовы, но они выглядят вот так вот корявенько, потому что они не постираны, еще и не заблокированы, потому что у меня нет блокаторов нужного размера. Я не вижу смысла сейчас стирать. Я их постираю уже потом, когда я приобрету блокаторы, мне будет ничем их высушить, чтобы они сразу высохли красивыми. А пока они красивые, но только в плане расцветки. Расцветка, конечно, потрясающая. И вы можете заметить, что они получились разные. У них и начало разное, и здесь разное. Как бы, ну, разные. Но видно, что это одна пара. Видно, что это из одного моточка, так скажем, связано. По техническим характеристикам здесь резинка 2х2. Моя стандартная 20 рядов, 40 рядов паголинок, клиноподъем на 4 петли, пятка бумеранг. И, собственно, я решила сделать здесь закрытие мысок бумеранг. Почему-то... А, потому что у меня были заняты спицы круговые, чтобы вязать magic loop. И я решила, чтобы не переснимать мы спицы, сделаю свежую мысок бумеранг. Вот так он выглядит на одном носочке, и вот так он выглядит на другом носочке. Видно, да, что есть разница. Здесь как-то больше на этом носке темных полос получилось, а здесь такие вот светленькие. Ну, ничего страшного. Вот, поэтому такие у меня носочки. Пополняется моя коллекция подарочных носочков к Новому году. Я потом, когда все свяжу, все вам их, собственно, покажу, потому что я думаю, что вы уже забыли, какие я носки вязала на подарок, какие у меня уже готовы. И получается, вместе с этими у меня уже готовы 3 пары. А если я не ошибаюсь, мне нужно по моему плану связать 7. То есть еще 4 пары мне нужно успеть связать. Ну, собственно, никакой проблемы я в этом не вижу, потому что времени еще предостаточно для этого. Давайте мы их взвесим. Посмотрим, сколько они у нас весят. 61 грамм. 60. Ну, да, кончики уберем, и будет 60. Нормальный, хороший вес, легенькие носочки. Невысокие у них, такой достаточный паглинок. Я очень довольна этой работой. Я уже, наверное, в сотый раз вам повторю, что я очень давно не была в таком восторге от расцветки пряжи, потому что в основном у меня расцветка носочной пряжи вызывала какие-то вопросики либо с непрокрасами, либо с какими-то, не знаю, обрывами, затяжками, перетяжками и так далее. Но поскольку эта пряжа стоковая, носочная, у меня к ней и спрос был меньше. Соответственно, вот у меня такой остаток, мне его надо теперь еще раз перемотать, потому что он в такой блинчик превратился. Давайте остаток тоже взвесим. Получается 38 грамм у меня остаток. Ну, на хеликс точно хватит. И я думаю, может быть, даже если вязать от мыска и сделать резинки, пятки и мысочки другим цветом, каким-то однотонным, вот, ну, может быть, каким-то таким темным, или вот наоборот взять такой вот фуксию. У меня, кстати, есть пряжа. Давайте сейчас, если она недалеко лежит, я вам ее покажу. Нет, к сожалению, я ее близко не нашла, поэтому я не буду расковыривать весь свой стеллаж. Потом как-нибудь мы к этому вопросу вернемся. А пока что я думаю, что из этого остатка у меня получатся еще носочки для себя. Вот, это что касается моей готовой работы первой за эту неделю. И, ну, скорее всего, она будет не единственной. Сейчас дальше начну говорить, вы поймете, почему. И мы ее откладываем. Раз мы начали говорить с вами про носки, сейчас мы как-нибудь так подвинем весы, чтобы не мешались. Давайте покажу вам прогресс по моим гольфам, которые я вяжу из пряжи Drops Fabble. Вот такого классного цвета, номер которому 918. Очень красивый, хвойный, еловый какой-то. Вот у меня на такой стадии находится мой носок. Собственно, сегодня я вывязала пятку, полностью сделала все убавки необходимые, и вышла на паглинок. Соответственно, мне теперь нужно просто... Вы не обращайте внимания, что у меня на каждых носках, на всех носках каждый раз вместо маркера скрепка, потому что я их вяжу на работе, и у меня там нет маркеров, я поэтому вешаю скрепки. Вот так вот выкладывается расцветка. Мне очень нравится. Здесь такие плавные акварельные переходы от светлого к темному. Есть вот такие прям очень темные полоски. Получается, у меня мысочек сам начался вот с такого... Из пряжи темного вот такого цвета, и дальше вот этот цвет, он повторяется в полосках. Вот здесь такие интересные переходы. Мне очень нравится вязать эту пряжу. И что хочу сказать, что по сравнению вот с этой пряжей, вот эта, она просто как, не знаю, какой-то котеночек, хотя она сама по себе колкая, она не сопливая, не мериносовая, но вот эта пряжа, она гораздо более сухая и гораздо более жесткая, чем вот эта. Вот эту, когда я ее вязала, она прям такая сухая-сухая, и не очень приятно было с ней взаимодействовать в плане тактильности, ну, в плане расцветки, я уже сказала. А с этой пряжей, как бы с ней и в плане расцветки, и по тактильным ощущениям она тоже гораздо приятнее, чем та предыдущая пряжа. Вот, я вам принесла его просто, чтобы показать, что вот у меня вяжется. Вот так вот, если его разложить, можно увидеть, как выкладывается расцветка. Собственно, у меня таких моточков два, если вы забыли с предыдущего влога. И я вяжу гольфы. Это что касается второго моего носоченного процесса. И третий маленький процесс. Я вам показывала в прошлом, опять же, влоге, вот такой моточек. Шахенмайер Альва Силк, 50-граммовый. Он у меня один. Я из него планировала вязать шарфик Софи. Давайте напомню состав. Здесь 50% шерсть, 25% шелк и 25% хлопок. 50 грамм, 230 метров. Целенаправленно этот моточек был заказан конкретно для шарфика Софи. И я вчера вечером начала его вязать. И, как вы понимаете, шарфик Софи, он, конечно, еще не готов. Но он вяжется настолько быстро, что я уже перешла... Блин, вот эти вот спицы хая-хая, вот эта вот леска, она просто... Она меня вымораживает. Вот эта макаронина с эффектом памяти, которая закручивается просто в такие стороны, которых я даже названия не знаю. Вот смотрите, какое безобразие. Сейчас еще пожалуюсь нам про спицы. Вот так выглядит, собственно, мой шарфик на данный момент. Я уже делаю убавки. Все прибавки я сделала. Сразу скажу, я сегодня в телеграм-канал свой выложила пост о том, что я начала вязать шарфик Софи. И мне там уже написали комментарии про то, что вообще-то шарфик Софи по краям обрабатывается айкордом. Я знаю, что шарфик Софи по краям обрабатывается айкордом, но я решила айкорд не вязать. Ну, не знаю. Вот я вчера вечером села. Мне не хотелось вообще никаких заморочек, потому что я, честно вам признаться, ни разу не вязала такое изделие в плане с обработкой айкордом. Поэтому я решила упростить себе немножко задачу и не вязать обработку айкордом. И, надеюсь, это мне простительно, потому что результат, который получается, меня полностью устраивает. Вот, собственно, шурша от спицы. Так выглядит полотно. На самом деле я раньше почему-то очень пренебрежительно относилась к платочной вязке, но сегодня, когда я уже дошла до момента, ну, вот до самого широкого момента этого шарфа, шарфика, и я вот так вот смотрела на полотно, трогаю его, и мне так нравится, как выглядит платочная вязка. Она такая ровная. Ну, нет никакой нерядности, ничего. Такие все петельки ровненькие. Вот просто вот посмотрите. Одна к одной вот эти вот петельки. И по краю, давай, фокусируйся, идет вот такая вот косичка с одного края, такая вот косичка с другого края. И так вот это вот мне все нравится. И он такой пластичный, и он такой мягкий, такой приятный. Блин, ну, короче, я от этого процесса вообще в восторге. Я вот сегодня на работе, что успела, собственно, продвинуть, тем с вами и делюсь. Здесь, собственно, здесь осталось вязать ничего. Потому что здесь вязание шло на прибавление, а сейчас оно идет на убавление. Поэтому я думаю, что этот процесс, он вообще не составляет никакой сложности. С пряжей работать супер нравится. И единственная проблема этой пряжи в том, что теперь я хочу из нее плечевое изделие. Но это весьма проблематично, потому что один моточек этой пряжи стоит, 50-граммовый, стоит почти 700 рублей. И если на один моточек я могу себе позволить, так скажем, купить один моточек за 700 рублей, связать из него шарфик, и, может быть, я не знаю, мне хватит на митинги какие-нибудь в комплект к этому шарфику. Но покупать, грубо говоря, 10 мотков и потратить на это просто 6 тысяч рублей, ну, как бы, я пока не готова. А докупать по одному мотку, покупать по одному мотку это тоже как-то нецелесообразно, поскольку могут быть разные партии, и у меня может отличаться цвет этой пряжи, что в изделии не совсем приемлемо. Вот, поэтому такой у меня процесс. Скоро мой круассанчик будет готов. Я уже очень хочу его носить, хотя у нас пока некуда его носить, у нас на улице 21 градус, у нас люди ходят в футболках, и здесь как бы пока не до шарфика Софи, но тем не менее я очень рада, что я начала воплощать в реальность свои осенние планы. Я так и не сняла видео со своими осенними планами, за что прошу вас прощения, и я думаю, что, наверное, сейчас уже нет смысла снимать такое видео, потому что, ну, можно сказать, половина осени уже прошла. Может быть, конечно, я объединю их с зимними планами, потому что они там, ну, плюс-минус одинаковые. Ну, напишите в комментарии, вообще, стоит ли мне снимать такое видео, или на ютубе, в принципе, достаточно таких видео, и от моего видео, моего видео погода особо не сделает в этом плане. Вот так. Еще у меня в планах связать шаль софи, это по такому же принципу, только в больших, так скажем, масштабах, и шаль софи я как раз таки хочу вязать из пряжи, сейчас, где она у меня, вот она у меня, из пряжи Лейнс Ду Норт Инпинити Сок в комплект к моим гольфам, которыми я вам хвасталась в предыдущем влоге, и вот из этого моточка хочу вязать шаль софи, хочу начать вязать из середины, потому что я хочу, чтобы вот этот вот цвет, то есть, на середине шали друг с другом встретился, и, то есть, я довязала из центра мотка до вот этого цвета, и потом начала вязать от начала, мотка опять этим цветом, и закончила опять же вот этими яркими полосками, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, потому что здесь этот моток, он, вот эта вот белая, это разделительная нить, он разделен ровно на две части одинаковые, собственно, для того, что мы получили два одинаковых кольфа, а я хочу получить одинаковую шаль с двух сторон, вот, это что касается моего такого маленького процесса, который очень быстро вяжется, и приносит мне просто нереальное удовольствие, я его сложила, и вспомнила, что я забыла вам рассказать про спицы, вот просто напишите в комментарии, у кого такая же проблема, как у меня, и кто такой же бешеный и ненормальный, я вчера взяла этот моточек, посмотрела, какие здесь рекомендованные спицы, ага, вижу, три, три с половиной миллиметра, я взяла свою косметичку, где у меня лежат все мои круговые спицы, начала ее перебирать, и поняла, что у меня нет металлических спиц, три, три двадцать пять и три с половиной миллиметра, у меня есть только бамбук, а если честно, я за лето и бамбук три и три двадцать пять, у меня есть только хая-хая, вот на этой вот бесячей леске, которая просто выводит меня из себя, каждый раз, когда я беру эти спицы в руки, и все, и у меня больше нет спиц круговых такого размера, а я поняла, что за лето я пополнила очень так значительно пополнила свою коллекцию круговых спиц деревянных, но как-то обошла вниманием металл, и у меня теперь недостаток металлических спиц, а я понимаю, что вот сейчас я устала за лето от дерева, и я хочу вязать на металле, но металла у меня нет такого размера, поэтому вчера я взяла эти бесячие закручивающиеся хая-хая бамбуковые, три двадцать пять, кстати, миллиметра, я не сказала, что я вяжу эту ниточку на три двадцать пять, я почему-то подумала, что три это будет слишком плотно, а три с половиной будет слишком рыхло, взяла три двадцать пять, ничуть не пожалела, обалденное просто полотно получается, он очень пластичный, очень такой вот весь струящийся, и я его еще постираю, и вообще будет просто супер бомба. все, теперь точно рассказала, и напишите, пожалуйста, комментарии, вам тоже постоянно не хватает спиц, или вы довольны жизнью, и вам всего хватает, вот, смотрите, он уже похож на круассанчик, ну это так мило, он такой классный, вот, короче, как вы поняли, я пищу, визжу от этого процесса, потому что, ну, наверное, это все-таки бы, ну как, я не могу его убрать, все, норовлю что-то вам еще рассказать, потому что, наверное, я захотела быстрого результата, носочки, в принципе, это тоже быстрый результат, но они уже, знаете, превратились для меня в какую-то, можно сказать, рутину, потому что я их вижу на постоянной основе, я одни заканчиваю, другие начинаю, и у меня не одни носки в процессе, может быть, и две пары, и три пары, а мне захотелось чего-то вот такого эдакого, и вот шарфик Софи это просто идеальнейший вариант для того, чтобы получить быстрый результат, классный, кайфануть от процесса и повязать, повзаимодействовать с такой классной пряжей, ну, конечно, блин, не знаю, поищу, может быть, где-то есть она по более адекватной цене, чем на маркетплейсах, и, ну, тех интернет-магазинов, в которых я чаще всего заказываю пряжу, но пока у меня как-то эта цена не привлекает для того, чтобы из этой пряжи вязать полноценное ключевое изделие, хотя я уже посмотрела себе такую классную жилетку, я уже, понимаете, даже придумала, что я хочу связать из этой пряжи и какого цвета, ну, вот так вот, но по-любому это не последний мой, не последняя моя, господи, что у меня после работы с речью, не последний это мой моточек вот этой пряжи, альва силк, я по-любому буду брать еще, если не на плечевое, то точно на какие-либо аксессуары, может быть, на шапку, я не знаю, я посмотрю, я, конечно, хотела бы к этому шарфику связать в комплект митинги, но не уверена, что мне хватит на них пряжи, вот, но если вязать просто без узора к лицевой глади, может быть, и хватит, посмотрим, вот, откладываю все, теперь точно откладываю этот процесс и давайте мы перейдем к плечевым изделиям, начнем, давайте, с топа, топ шанталь, который я вяжу из буретного шелка, я вам, когда его в прошлый раз показывала, говорила, что скоро придет время разделяться на спинку и перед, собственно, что я сделала вот на эту вот потрясающую желтую бросовую нить у меня сняты петли переда и я, собственно, сейчас поворотными рядами все закручивается поворотными рядами, вот, здесь можно заметить отрезок, который я провязала, вяжу, собственно, спинку, мне нужно провязать 15 сантиметров, здесь у меня провязано, давайте померим, ой, сколько, у меня такая классная линейка, здесь у меня провязано, ну, грубо говоря, 4 сантиметра, то есть мне еще 11 сантиметров вязать, вот, немножко у меня он застопорился из-за моего второго ключевого процесса, который сейчас занимает каждый мой вечер, когда я прихожу с работы и сажусь вязать, то я вяжу тот второй ключевой процесс, и это, знаете, наверное, основная причина, по которой я не хотела до последнего начинать никакие новые ключевые процессы, потому что все мы прекрасно понимаем, что каждый новый ключевой процесс, вообще каждый новый любой процесс тормозит работу над всеми предыдущими, потому что мы вдохновлены, мы воодушевлены, мы бросаем все силы на этот новый процесс, а старые у нас тихонечко лежат и тухнут в сторонке, вот, поэтому мой бедный топ лежит, а я в поте лица продвигаю свой бадлон, не могу от него оторваться, очень уж он заполнен душу своей мягкостью, своей приятностью и всем подобным, я, конечно, сейчас не смогу вам ничего толком показать, потому что, во-первых, мне, наверное, уже нужно поменять спицы, потому что, ну, я здесь, видите, уже какая складка пошла, но у меня полностью вывезен, боже, как это показать, я не знаю, у меня полностью вывезена горловина, вот, так она выглядит, полностью вывезен росток, и я уже вот делаю прибавки по регланным линиям, сейчас я, когда закончила вывязывать росток, я уже соединила вязание в круг после окончания вывязывания ростка, и сейчас продолжаю вязать вниз, до тех пор, пока величина регланных линий не достигнет необходимой, вот так выглядит полотно, вам, конечно, немножко перевирает цвет, он какой-то у вас бордовый, что ли, передается на камере, в жизни он малиновый, собственно, и цвет называется темная малина, напомню, если вдруг забыли, это супер кидмохер с акрилом ПА и эластаном, 100 грамм 700 метров, а это у нас люрекс с ушибриками, вот, пока что здесь совершенно ничего не понятно, я даже примерить это не могу, ну, хотя бы как на мне сидит и смотрится эта горловина, потому что у меня опять нет спиц подходящих, меня я вяжу сейчас на своих коротах, это джинджер, нитпро джинджер миния, и меня они подбешивают, потому что у меня постоянно цепляется пряжа, я что бы ни вязала на этих спицах, у меня вместе соединение стакана со спицей, вот здесь постоянно цепляется пряжа, она цепляется еще вот здесь где тросик, потому что у меня чуть-чуть что-то я вязала, он мне чуть-чуть перегнулся, и ну, вот это постоянное проталкивание немножко меня уже подбешивает, но опять же у меня нет металлических спиц такого размера, поэтому я сейчас жду, что мне вообще делать с этим наверное я буду вязать пока не будет достаточное количество петель, чтобы я пересняла это на металлические спицы круговые либо 60-ки либо 80-ки наверное вот, не знаю, короче, пока вяжу на этих и если честно вчера уже немножко у меня пристопорился и этот процесс тоже может из-за спиц не очень уже удобно вязать надо что-то с этим делом придумать вот такой процесс очень мне нравится работать над этим баблоном потрясающая мягкость полотно довольна этим процессом вот это все я думаю что я хотела вам рассказать ой вот такие процесс вот такие у меня планы вот такие у меня радости но это конечно такой процесс мгновенная быстрая радость все наверное на сегодня я буду это подключение завершать пойду дальше продвигать что-нибудь не знаю сейчас буду гадать на кофейной гуще что продвигать это наверное я оставлю для работы а сейчас наверное ну наверное сейчас я топ все повяжу потому что вот с этим мне надо что-то со спицами решить все на сегодня завершаю всем пока ну что всем привет у меня сегодня пятница я пришла после работы у меня есть буквально полчаса чтобы снять вам этот отрывок потому что у меня просто катастрофически нет времени ни на что я думаю вы уже устали от этого фотофона но у меня просто нет времени даже чтобы поменять его на какой-то другой поэтому в следующем подключении обещаю фотофон будет другой а сейчас на экране вы видите такое вот разнообразие красок и вот это вот потрясающее нечто лежит прям по центру поэтому давайте с него и начнем сегодня наконец-то я забрала сазона два моточка потрясающих просто это новинка этого сезона носочная пряжа ярнарт форза я знаю что правильно произносить форца потому что это слово итальянское но я надеюсь меня простят все итальянцы которые смотрят мой канал но я мне не нравится произносить это слово как форца поэтому я привыкла и буду называть эту пряжу ярнарт форза прошу меня за это простить если кому-то режет слух так вот это новинка этого сезона ярнарт в этом году вообще очень сильно радует нас всякими разными новинками и что больше всего радует в этих новинках стал более натуральный состав потому что ну все прекрасно знают что такое ярнарт и какого состава пряжу он раньше выпускал эта фабрика и сейчас им в плюс то что у них начал улучшаться состав и одной из новинок этого сезона стала насочная пряжа ярнарт форза вот такого секционного окрашивания акварельного это просто мой любимый эффект в расцветках насочной пряжи это эффект акварелия вот такого непрокрашивания какого-то чтобы оно было такое вот все рябое размытенькое я уже неоднократно говорила что вот именно за счет такого эффекта точнее не за счет а из-за такого эффекта окрашивания нити мне очень нравится пряжа Ализе Артисан потому что у них тоже в таком стиле окрашена ниточка так вот возвращаемся еще раз два моточка шли в наборе заказывала на озоне ссылку оставлять не буду потому что где брала там уже нет как вы понимаете очень быстро эта пряжа разлетелась буквально как горячие пирожки очень красивый сейчас кадр можно поставить его на превьюшку давайте я вам скажу что это у меня за цвета ну характеристики здесь как бы стандартные ничего не поменялось 100 грамм 420 метров 75 на 25 это у меня цвет 2610 а вот этот цвет 2611 и я как только сегодня открыла упаковку и достала эти два моточка вот первое что мне пришло в голову что вот этот моточек правый это осень а вот этот моточек левый это зима знаете вот эта осень уже такая ну не знаю не сказать поздняя ну вот октябрь когда такие уже полутона такие вот серовато черные какие-то вот туманные такое знаете утро и на дороге лежат жухлые вот такие вот листочки и кое-где еще проглядывают вот такие яркие листочки такие бордовые но тем не менее вот эти черные полоски они символизируют о том что как бы осень уже давно вступила в свои права и погода оставляет желать лучшего так скажем и вот у меня перед глазами вот такой немного унылый но тем не менее разбавленный немного вот этими яркими пятнышками осенний пейзаж перед глазами стоит когда я смотрю на этот моточек когда я смотрю вот на этот моточек у меня перед глазами знаете яркая советская новогодняя открытка Я вам вставлю на экран, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Это, знаете, снежок, заснеженное окно, на нём гирлянда, снежинки какие-то, конфетти, вот что-то такое. Вот, знаете, новогодняя ночь. Вот у меня ассоциируется этот моточек вот с такой картинкой. Вот, очень довольна, очень рада. Я прямо вот её сейчас жампула. Она такая пухленькая, она такая мягкая. Просто, ну вот, любимая моя фраза, когда я приношу домой новый моточек носочной пряжи, хоть бросай всё и садись, вяжи из неё носки. Но я пока держусь, я пока не буду начинать из неё вязать носки, потому что у меня в планах пока другие носочные процессы. Но вот эти вот два классных моточка, они, несомненно, станут, стали уже ещё одной жемчужиной моей носочной коллекции. Так, давайте мы их отложим и поговорим про другое. Ну, здесь вы ещё можете видеть спицы, про которые я упоминала в предыдущем, по-моему, подключении. Это спицы Медпро Новый Метал, 80 сантиметров, 3,5 миллиметра. Я их заказывала для того, чтобы вот из этого просто побитого жизнью моточка Alize Wooltime вязать в подарок на Новый Год мужские носки, потому что я никак не могу совладать с этой носочной пряжей. У меня то спицы маленькие, то я петель мало набрала, то ещё у меня что-нибудь, то пряжа у меня плохо скользит по деревянным спицам. И я решила беспроигрышным вариантом воспользоваться. Это заказать спицы Медпро Новый Метал и Мэджик Лупом на этих спицах, набрав 54, по-моему, мне нужно набрать петли, вязать мужские носки уже. Это будет третья попытка связать эти носки из этого моточка. Он уже бедный, весь скрюченный, скукоженный. Но я так думаю, что настало его время, заберу его завтра с собой на работу и, может быть, начну... Нет, завтра я никуда его с собой не заберу, потому что завтра суббота. В понедельник заберу его с собой на работу, не буду на выходных дома отвлекаться на носки, повяжу плечевые свои процессы, а это возьму с собой в понедельник на работу. Это мы тоже откладываем, и вы можете здесь видеть такой вот круассанчик, который... Ой, укатился моточек... Который нам говорит о том, что мой шарфик Софи готов. Конечно же, я вам его пока показываю только в виде круассанчика. Как он смотрится на мне, я постараюсь вам подснять завтра, потому что сегодня уже за окном у нас ночь-полночь, ну, точнее, время у нас еще без 28, но на улице уже очень темно, поэтому, к сожалению, ничего не будет видно. А завтра я выйду из дома чуть раньше и на улице вам сниму, как он смотрится на мне. Сразу скажу, чем я довольна, чем не довольна. Довольна я пряжей. От пряжи я просто в полном, в полнейшем восторге. Я уже подсчитала, посмотрела на зоне, на Вайлдберрис, где дешевле тот цвет, который я хочу, чтобы мне из него вязать себе жилет, который просто уже в моей голове давно связан. В общем, я не знаю. Меня эта мысль по-любому не отпустит, поэтому сколько бы это ни стоило, в любом случае это будет меньше, чем на джемпер, потому что жилет, он у меня будет, скорее всего, своеобразным вырезом, соответственно, там нет рукавов и пряжа гораздо меньше уйдет, чем на полноценный джемпер. Вот. Что я вам зачем рассказываю сейчас про какой-то свой неначатый жилет, когда нужно рассказывать про шарфик Софи. Очень довольна пряжей, очень довольна моделью, очень довольна процессом. Вяжется он супербыстро, два вечера и все готово. Он уже постиран. Я его стирала просто кокосовым мылом, из вкус вела, потерла, пожамкала. Прям буквально две минуты у меня полежал. Я его полотенцем отжала, положила, потом сняла, отпарила, чтобы разгладились все заломы, складочки. И, собственно, вот он готов. Чем я недовольна, это один момент. Я недовольна тем, что он получился немного короче, чем я рассчитывала. То есть этот хвостик, который остается на шее спереди, он, ну, прям у меня совсем коротенький. Я завтра вам сниму, когда этот шарфик на себе, вы увидите, что я имею в виду. Но в общем и целом это окей. Это нормально, все прекрасно. Я носить его, естественно, разумеется, буду. Но когда я буду вязать следующий свой шарфик Софи, а я буду точно вязать еще шарфик Софи, может быть, даже и не один, я это учту и буду вязать его длиннее. Вот, это что касается этого шарфика. Еще я принесла весы, потому что я хочу его взвесить, чтобы понять, сколько у меня осталось пряжи. Ну, получается, 20 грамм он весит. Соответственно, здесь 30 грамм у нас, потому что это 50-граммовый моток. Ну, собственно, я и из этого мотка смогу связать себе шарфик Софи еще один, но чуть-чуть подлиннее, как бы, да? Никакой проблемы в этом не вижу. А, ну, вот этот, не знаю, можно будет кому-нибудь подарить или что-то другое с ним придумать, потому что скоро Новый год, и вязаные подарки никогда лишними не бывают. Вот, поэтому, может быть, я, кстати, так и сделаю. Я из этого моточка свяжу уже контрольный вариант шарфика Софи, уже с обработкой краев и кордом. А этот, может быть, кому-нибудь подарю. Не потому, что он мне не нравится, потому что вы сейчас решите, что связала, типа, фигню. Самое носить не хочет, хочет кому-нибудь сплавить. Нет, он меня полностью устраивает. Полностью он меня устраивает. Поэтому, собственно, я без всяких зазрений совести могу его кому-нибудь подарить. Вот, это что касается шарфика Софи. И у меня есть новый процесс. Вы видите этот моток. Я сразу вам скажу, он выглядит просто ужасно, отвратительно, не презентабельно, не инстаграмно, не ютубно. Но, простите, пожалуйста, я просто вяжу из центра мотка, а здесь такая специфическая скрутка, смотка, что очень сложно доставать нить из середины. И я сегодня тянула вот эту несчастную нить и вытянула вот это вот всё. И я так аккуратно его беру, чтобы вот это всё у меня не вывалилось и не перепуталось. Что я начала из него вязать? Конечно же, я начала вязать... Боже, что-нибудь всё закрутилось. Я начала вязать шаль Софи. Просто, недолго думая, сегодня на работе начала и вот настолько уже продвинула. Он, конечно, ещё чуть-чуть вот здесь вот тянет. Это после стирки, блокировки всё разровняется. Но что я хочу сказать, я просто в восторге. Я вчера уже предпринимала попытки начать вязать эту шаль, но я начала её вязать на спицах 2,5 мм. Потому что, ну, чем я руководствовалась? Я же вот из этой пряжи вязала гольфы. И гольфы из стандартной четырёх нитки, точнее, все носки из стандартной четырёх нитки, я вяжу спицами 2,5 мм. И эта плотность меня на 146% устраивает. А когда я начала вязать шаль, я тоже взяла спицы 2,5 мм. И у меня получилось просто бронебойное полотно. И я поняла, что как бы, ну, нет. Это так дело не пойдёт. И взяла те же самые спицы хая-хая, деревянные, 3,25 мм, которыми я вязала шарфик Софи. И, соответственно, на этом размере спиц это изделие меня абсолютно устраивает. Оно струящееся, оно не забитое, оно податливое, очень мягкое, просто нереально. Ну, для носков, понятно, это неподходящая плотность, но для шали, для шарфа, это просто вот попадание на все 100%. Переходы цветов. Я сегодня в телеграм-канал свой выложила пост о том, что я начала вязать этот процесс. И мне сразу же написали комментарий, что очень красивый переход цвета. Вот я этот уголочек такой маленький выкладывала, и мне написали, что очень красивый переход цвета от фиолетового к розовому. И я, когда вязала в процессе вязания вот этого шарфика, этой детали, я так кайфовала от этих переходов, и до сих пор я так от них кайфую, потому что они реально смотрятся, мне даже кажется, красивее и более плавнее, получается, переход, чем при вязании гольфов из этой пряжи. Ну вот почему-то мне так кажется. Я просто влюбилась в платочную вязку. Она так круто смотрится в этих изделиях. Ну это просто, это такое эстетическое наслаждение для глаз. А вот я руками трогаю, это такое нежнейшее полотно. Ты даже не скажешь, что это носочная пряжа, что это шерсть, это просто, не знаю, ну не кашемир, конечно, но что-то вот сродни мериносу, наверное. В общем, я супер довольна этим процессом. Я буду его вязать до тех пор, пока не дойду до вот этого цвета, вот такого. И, ой, не падай. Потом оборву нить и продолжу вязать уже от начала мотка вторую половину шали. Ну а пока что вот это у меня на такой стадии. Я просто вяжу и кайфую. И в этой шале у меня уже, как нам завещала Петит Нит, обработка края Айкордом. Оказалось, что ничего сложного в этом нет. И в этом шарфике я вполне себе могла сделать точно такую же обработку. но что-то, я не знаю, побоялась. Но на самом деле абсолютно ничего сложного нет. И получается такой красивый, аккуратный край. Ну вот с этого края идут прибавки. Я думаю, что вот это у меня будет лицо, потому что здесь как бы все более презентабельно выглядит. Вот так. Вот такой процесс. Он пока похож на какой-то праздничный флажок, если честно. Но я кайфую. Я прям супер довольна этим процессом. Я очень довольна, что я начала это вязать. Я очень довольна собой, что я связала шарфик Софи, что я начала шаль Софи, что я приобрела себе новую носочную пряжу. Конечно же, я не могу этому не радоваться. Мне всегда радует покупка носочной пряжи. А может быть, кого-то это раздражает уже на всех вязальных каналах. Сейчас бум носочные на вязание. носков на покупку и коллекционирование даже своего рода носочной пряжи. Но как бы извините, я вяжу то, что мне нравится. Мне нравится вязать носки, мне нравится покупать носочную пряжу. И я планирую это делать и в дальнейшем. Тем более, что очень большой отклик я получаю от своими видео, когда люди пишут, что я их вдохновила на вязание носочков, что они либо никогда не вязали носки и начали их благодаря моим видео вязать, либо они давно их не вязали и захотели вспомнить, каково это. Либо вдохновила на покупку какой-то носочной пряжи. И мне это безумно приятно, читать такие комментарии, такие отзывы. Я очень вам благодарна за то, что вы их оставляете. И я планирую вас в дальнейшем также продолжать радовать новыми носочками и новой носочной пряжей. Ну и, конечно же, другими тоже изделиями. Все, на сегодня, наверное, буду свое подключение заканчивать, потому что мне уже пора собираться. Мы уходим гулять с друзьями, поэтому у меня сегодня такой блиц подключения. Но, надеюсь, оно было для вас интересно и вы порадовались за то, что я наконец-то закончила хотя бы одно изделие из того, что я планировала вязать себе на осень. Ну, еще гольфы, конечно же. И, скорее всего, завтра я буду начинать вязать шапку. Шапку я решила вязать из той пряжи, которая у меня есть. Это Лана Гатта Макси Софт или Супер Софт. Не помню, какая у меня. В общем, из Лана Гатта вот этой сиреневого цвета, которую я вам показывала в прошлом влоге, я решила не изобретать ничего. Тем более, очень много комментариев прилетело под прошлым видео по поводу того, что вот такой фиолетовый цвет, если он будет у лица, он будет очень старить. Чего бы мне не хотелось. Поэтому я решила, все, была не была, буду вязать шапку из того, что у меня есть. Не хочу ничего больше выдумывать, искать, покупать. Буду извязывать то, что уже куплено. Вот, поэтому, если смогу я завтра начать этот процесс, я, конечно, к вам подключусь, если смогу подключиться, и покажу его начало. Но если нет, то уже, наверное, в следующем влоге. Вот, а на сегодня у меня все. Я буду с вами прощаться до следующего подключения. Все, всех обнимаю. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне уже на самом деле надо заканчивать, снимать этот влог, потому что завтра его как бы по-хорошему уже надо выпустить, а я все не могу никак доснять свои подключения и рассказать всю информацию, которую я хотела до вас в этом влоге донести. Я вчера в подключении говорила, что сегодня планирую начать шапку. Я с утра проснулась и поняла, что как бы я не могу начать вязать шапку, пока я не свяжу образец. Я начала вязать образец. Вот он у меня связан. Сейчас я вам чуть попозже про него расскажу. Во-первых, напомню, что это за пряжа. Это у меня Лана Гатта Макси Софт. Цвет у меня 101,80. Вот такой красивый и сиреневый. Что еще сказать? А, 50 грамм. Где? Да, 50 грамм, 90 метров и 100% меринос. Это, я думаю, для кого не секрет. Все эту пряжу знают. Из нее буду вязать себе шапку и что-то еще. А, хотела перчатки. Но для перчаток она толстая. Перчатки я, скорее всего, ну, не скорее всего, а точные. Перчатки буду вязать из более тонкой пряжи, потому что не подойдет, мне кажется, для перчаток. Вот. Что? Образец. Начала вязать образец. Вот этот образец у меня связан спицами 5,5 мм. Здесь рекомендованные спицы 6 мм. Я не рискнула брать 6 мм, потому что это было бы скорее всего решето. Я вообще изначально взяла спицы 4 мм, но это просто у меня получилось бронежилет. Поэтому я посмотрела, что у меня вообще есть по спицам. Хотела взять 5 мм, но спиц 5 мм. Я не помню, есть у них у меня или нет. Короче, по-моему, я их то ли не нашла, то ли передумала брать 5 мм, и в итоге вязала образец на хае-хае 5,5 мм. Про леску как бы я молчу. Это вот как бы, да, все, что может нам предложить бренд хае-хае за такую стоимость своих инструментов. Но это отдельный разговор. связала короче я образец вот такой, я его уже постирала. Но что касается раскрытия, оно как бы такое относительное, потому что это пряжа не бобинная, это пряжа моточная. Но вот если две ниточки сравнить, ну вот правая, конечно, чуть более такая распушенная, чем левая. Вот. Нравится образец, он получился очень хороший, такой достаточно пластичный, недырявый. Выпустил такой легкий, ненавязчивый пушок эта пряжа. Мне очень нравится полотно, оно такое гладкое, ровненькое, все как бы меня полностью устраивает. Нужно теперь сделать мне расчеты и начать вязать шапку. Я вам вставлю на экран шапку, которую я хочу вязать. Я буду вязать по описанию петит нит или не петит нит. Я забыла, если честно. В общем, я вставлю вам просто фотографию изделия, какое я буду вязать уже потом. Когда начну вязать, скажу, чье это описание. Не помню, если честно. Вот. Это что касается шапки. Очень такой тактильно приятный, мягкий образец. Стирала его так же кокосовым мылом, оставила. Он мне чуть полежал, все петельки выровнялись. Полотно такое прям очень мне нравится. Вот. Что? Зачем мне здесь лежит этот набор? и просто вам хотела показать, что буду вязать эту шапку на вот этих укоротых ginger mini от knit pro. У меня как раз пять с половиной миллиметра спицы. Возьму к ним свою леску на 40 сантиметров и буду собственно вот этими спицами вязать свою шапку. Но проблема в том, что у меня леска сейчас занята в бадлоне. Мне надо сначала бадлон куда-то переснять, чтобы леску эту пустить в работу на шапку. Потому что у меня вроде бы больше нет таких коротких лесок для вязания шапок. Она не только одна. Поэтому надо ее освободить. Вот. Что? Все. Наверное, руками в кадре я вам все показала. Больше у меня нет никаких ни покупок, не продвижений по процессам. Я вам все вчера показывала. Поэтому сейчас я завершаю это подключение и буду снимать вам болтательную часть. Ну что, вот как-то так прошла моя неделя. Я не знаю, мне кажется, у меня каждый влог получается каким-то сумбурным, несвязанным. Я каждое включение о каких-то разных вещах вам рассказываю и ну не получается у меня по-другому. Ну вот так вот. Вот все, что вот я покупаю, я с вами стараюсь этим сразу же делиться. Все, что я начинаю вязать, мне тоже хочется этим своим поделиться. Поэтому может быть мои отрывки лишены какой-то логической связи, но тем не менее влог нужно из чего-то собирать и ну вот так вот получается. Я вот в финальном подключении подведу сейчас некий итог, чтобы как-то осмысленно завершить эту вязальную неделю. Собственно, что было на этой неделе, вы видели во всех предыдущих подключениях. Были новые покупочки, которые уже вот расположились на моем пряжном стеллаже и ждут своей очереди. Были новые инструменты, были новые процессы. эта неделя у меня получилась с двумя готовыми работами. Это носочки из стоковой пряжи из магазина Мерина Харт под кодовым названием Wildberries и, конечно же, это шарфик Софи. Я сейчас, если честно, снимаю вот эту вот заключительную речь, но я еще даже не отсняла этот шарфик на себе, но я надеюсь, что я сегодня отсниму и во влоге в каком-либо кусочке этого, в каком-либо месте этого влога я эти отрывки вставлю. Вот как бы, да, такая блогерская жизнь, что ты снимаешь окончательную часть, заключительную часть влога, но сам влог еще собственно и не закончен. Вот, шарфик Софи, носочки, что, все, по-моему, у меня ничего больше готового нет на этой неделе. Начала вязать шаль Софи, я вам показывала, сегодня тоже ее продвигала, как бы там не стала вам ее приносить, потому что не особо много там продвинулось. Шапку не начала пока что, но образец уже готов, и я готова в принципе приступить к ее вязанию, мне нужно только освободить леску. Что еще я начинала? Вроде бы ничего, я больше не начинала, но если я что-то забыла, вы по-любому помните, потому что вы только что посмотрели этот влог и все мои предыдущие включения. Бадлон у меня на этой неделе продвигался достаточно медленно, топ Шанталь тоже, потому что я на этой неделе решила сделать упор на аксессуары, потому что медленно, но верно к нам приближаются холода, несмотря на то, что сегодня 5 октября, я вот так вот в этом свитшоте ходила сегодня днем на улицу, и мне было жарко. так что погода пока что нас саратовчан радует, но я думаю, недолго нам осталось до того момента, как я надену свои гольфы с ботинками, повяжу свою шаль, которую надеюсь в скором времени все-таки закончить, и и все, и останется нам ждать нового года. Новые носки я пока не начинала, мои гольфы из Drops Fabble я их даже вам не принесла с работы, они у меня остались там, потому что я просто перешла на вязание паголинка, и я думаю, не особо вам будет интересно, если вам одно и то же буду в кадр тыкать. Вот, я их вяжу, с ними все нормально. Носочки из вот этой вот пряжи, которую я вам показывала Alize Wall Time, для которой я купила спицы Knitprono Metal 3,5 миллиметра, тоже их пока не начала, вот, начну их в понедельник. Что я вам еще хочу сказать, ну, наверное, все по таким вязальным новостям, как-то вот, да, в финальном подключении обычно я вам показываю какие-то свои недельные продвижения, либо какие-то готовые работы, но так получилось, что все свои продвижения и все свои готовые работы я вам уже показала, поэтому сейчас я просто подвожу некий такой итог этой недели и пытаюсь понять, продуктивная она была или нет. мне кажется, мне кажется, да, потому что меня порадовали мои две готовые работы, несмотря на то, что это маленькие аксессуары, но тем не менее, такое вот тепло на душе оно появилось, потому что неделя прошла, не зря, готовые работы есть, что-то я делала все-таки, да, может, я не все успела, что планировала и не все начала, не все процессы, которые хотела начать, ну, как бы не от меня порой это зависит, все, что я могла выжить вязального из этой недели, я выжила, вот, ну и все, наверное, да, на этом я буду завершаться, потому что, что я тут буду ни о чем болтать, я думаю, вы так уже поняли и увидели все мои визуальные итоги этой недели, возможно, порадовались за меня, за мои готовые работы, может быть, вы ожидали, что я что-то более масштабное закончу, но, к сожалению, пока этого не случилось, надеюсь, на следующей неделе у меня будут большие продвижения по моим плечевым процессам, как-то надо мне немножко активизироваться в этом плане, потому что я уже хочу начать что-то новое, меня ждет моя пряжа, которую я красила сама, я очень хочу вязать из нее жилет, и она в таком красивом, давайте я вам ее сейчас достану, покажу, вот, она у меня в таком красивом осеннем цвете, и я, когда ее покрасила, я сразу говорила про то, что это по-любому будет осенний процесс, потому что это сам Бог велел вязать из нее что-то осеннее, что-то такое, знаете, потому что у нее такая расцветка, вот, осенние листвы опавшие, вот сейчас как раз, да, может быть, я не знаю, как в других регионах, но в Саратове в этом году нереально теплая осень, и деревья у нас вот прям такой желтый, желто-оранжевый оттенок, листья приобретают вот только сейчас, в начале октября, и как раз сегодня мы ехали на машине, и я смотрела на деревья, которые по обочинам дороги стоят, и как раз таки вот такие цвета я перед собой и видела. И именно поэтому мне хочется куда-то уже эту пряжу применить, я даже знаю, куда я ее буду применять, очень хочу связать из нее жилет, потому что у меня в гардеробе, как выяснилось, нет ни одного жилета, а на самом деле я их очень люблю, и когда я училась в школе, это был один из любимых предметов моего гардероба, я обожала носить жилеты, и почему-то как-то так произошло, что вот во взрослой жизни у меня нет ни одного жилета, и я очень сильно хочу это исправить. И полюбуйтесь еще раз на эту просто осеннюю красоту, такие у меня планы. А на этом я буду завершать этот вязальный влог, я надеюсь, он вам понравился, если это так, то, пожалуйста, не скупитесь на лайк, напишите какой-нибудь комментарий, еще раз призываю вас присоединиться к моему телеграм-каналу, подписаться на мои другие площадки, в Дзен, ВКонтакте, где вам удобнее смотреть, я везде всех рада видеть, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, очень крепко вас обнимаю, пока, до встречи в следующем видео.